Перед вами типичный дом, жилой дом старой части Даньска. Наружный фасад был реконструирован по программе государственно-частного партнерства под Евро-2012. Тогда, в этот период, значительное число домов старой части города были реконструированы за деньги Европейского Союза для промоции города. И вот все фасады, которые красивы в центре, они были за эти деньги Европейского Союза реконструированы. Сейчас мы войдем вовнутрь и поднимемся в подъезд в одну из квартир этого дома. Пойдемте. Набираем пароль для того, чтобы туристы не могли попасть во двор. Вот такой внутренний дворик. Снаружи это старые дома, культурная часть, историческая часть города. А внутри обычный жилой двор. Чуть дальше мусорный. Подъезд слегка обрисован, графики. Он тоже запароленный. Защита от туристов. Пойдем. Мы вошли, у нас удовольствие свет. Все аккуратно. Металлические чистые полочни. Красивенько. Покрашено. Вот слева. Это доска совладельцев жилых этого дома. Перед вами сейчас доска объявлений, которая принадлежит совладельцам этого жилого дома. В ней вывешивается вся информация, которая интересует жителей. Все, что важно им знать по содержанию этого дома. Вот здесь, в частности, перечень квартир, адресов с указанием площади дому и оплатой. Кто оплатил, кто сколько, кто еще не оплатил. И фамилии людей, которые еще ответственны за дом, кто еще не произвел оплату. Вот здесь для жителей информационный лист с полным перечнем выполненных работ. Выполненных работ в рамках услуг договорных. Здесь и мытье, горка, чистка и какие-то другие работы. Вот объявление для тех, кто не хочет каждый день набирать код для входа во двор и в подъезд. Им предлагается заказать специальную таблетку. Ключ. Она стоит 7 злотых и говорится, куда нужно обращаться. Ну, в общем, вся полезная информация здесь периодически увешивается и обновляется. И поэтому каждый житель дома как бы чувствует свое участие, участвует в его управлении. Вот такая дыма, как традиция. Вот как видите, здесь темно, потому что экономит электроэнергию. Но есть такое специальное выключатель. Он ненадолго ее зажигает. Как только мы вольнемся чуть выше, она будет газнуть. То есть свет постоянно повредит в метроэнергию. Чтобы сделать квартиру на верхнем этаже, нужно получить согласие, чтобы купить квартиру, нужно получить согласие от каждого жильца, проживающего в этом доме. От каждого. Потому что это чердак, это является общей собственностью. Вот очень трудно бывает договориться между другом, прочим, как у нас. Но если и договорились, то владелец платит именно вот каждому жильцу этого дома за покупку квартиру. Сумма делится в зависимости от доли участия. Которые делятся на количество, короче говоря, эти деньги делятся в равной степени на количество владельцев. То есть, в один, в один, в два, в два, в один, в один, в один, в один. То сумма, вырученная от продажи чердака, делится на каждого жителя. И минус за вычетом деньги потрачены на это. Продолжение следует...